Приветствую вас, с вами я Анатолий и вы смотрите канал Дебеггар Гартсмен. И сегодня у нас небольшой новостной выпуск, а точнее ролик, в котором я покажу вам несколько любопытную информацию, которая в очередной раз покажет ГВ с не самой лицеприятной стороны, как свежеиспеченной корпорации зла. А перед тем, как приступить, сделаю небольшое объявление. Поздравляю всех нас с достижением цифры в 500 подписчиков. Это огромнейшее достижение для данного канала, это огромнейшее достижение для меня и для нашего небольшого комьюнити. Я очень благодарен тем людям, которые подписались, которые регулярно смотрят мои ролики и которые активно участвуют в жизни данного канала. Надеюсь, что следующие 500 подписчиков к нам придут быстрее и уже вскоре мы сможем праздновать достижение цифры в 1000 подписчиков. Всем еще раз огромное спасибо за подписки, за лайки, за ваши комментарии. Без вас не было бы этого канала и всего того контента, который я регулярно выкладываю. Всем спасибо еще раз и поздравляю с достижением столь знаменательной цифры в 500 подписчиков. А теперь приступим. Сижу я, значит, такой и готовлю к выпуску новый ролик. И параллельно с этим читаю в разных ресурсах новости, а также смотрю новостные выпуски у разных иностранных ютуберов. И у одного из таких ютуберов, который называется Комиссар Ганза, появился весьма интересный материал на канале. Я потрудился его пересмотреть и перепроверить лично. И сейчас переставлю на ваш суд. На сайте ГВ в разделе «Работа» находится очень интересная вакансия, которая закроется 14 сентября. А называется она «Infridgment Assistant», что переводится как «Помощник по нарушениям». И, конечно же, это не тот человек, который будет помогать ГВ что-то нарушать, а скорее наоборот. Давайте же посмотрим, что именно пишет об этой вакансии сам работодатель, то есть ГВ. О работе. Вы любите интеллектуальную собственность Games Workshop? Хотели бы вы помочь в защите Games Workshop от рисков путем удаления продуктов, нарушающих авторские права и контрафактных продуктов, чтобы наши клиенты могли продолжать пользоваться нашими продуктами на долгие годы? Сообщая нашему старшему юрисконсульту, вы будете частью нашей юридической группы, которая занимается широким кругом юридических вопросов, которые влияют на Games Workshop, включая нарушения, защиту товарных знаков и авторских прав, конкурсы, разрешение споров и судебные разбирательства. И это лишь некоторые из них. Как помощник по нарушениям вы будете помогать во всем, что касается нарушений. В этой роли вы будете отслеживать веб-сайты и торговые платформы для выявления нарушений и контрафактных продуктов, а затем следовать структурированному процессу удаления этих продуктов, уменьшая количество поддельных продуктов, доступных на всех торговых платформах и веб-сайтах. Вы будете создавать отчеты для бизнесов, которые будут обсуждаться на ежемесячных собраниях по нарушениям. Мы всегда стремимся обеспечить постоянное совершенствование наших процессов, поэтому вы будете участвовать в исследовании и определении новых способов и подходов к удалению нарушающих авторские права поддельных продуктов, а также вносить улучшения в этот самый процесс нарушения прав. Что же они ждут от этого самого кандидата? Идеальный кандидат будет уметь демонстрировать отличное внимание к деталям, иметь отличные организаторские способности и уметь эффективно расставлять приоритеты, умение работать в срок, наслаждайтесь следующими структурированными процессами. Также он будет иметь глубокие знания об интеллектуальной собственности Games Workshop. А эту часть они даже выделили. Эта вакансия или роль находится в нашем юридическом отделе, однако для этой роли не требуется никаких юридических квалификаций или опыта. Ну а дальше идут дифферамбы самой себе от Games Workshop, а также что они готовы предложить этому самому сотруднику взамен всей той работы, черной которую он будет исполнять. Итого вкратце можно про эту вакансию сказать так. ГВ ищет себя на службу доносчиков и шпиков. Ну или как бы в простонародье люди выразились, крыс. И казалось бы, что тут такого? Да практически каждая корпорация так поступает и нанимает таких людей. И тут бы можно было бы конечно согласиться. Но не все же делают это так открыто. Впечатление такое, что ГВ настолько опухла от короны на своей корпоративной башке, что не то, чтобы не чувствует какой-то легкой неловкости или неудобства из-за недавно введенных ограничений на свои интеллектуальные права и свою интеллектуальную собственность, а больше того хочет нанять тех самых сексотов и крыс, чтоб те и дальше помогали идее корпорации давить и щемить более-менее свободное и творческое комьюнити. И ладно бы вопрос состоял в подавлении массового контрафактного продукта, то есть как в свое время, когда они щемили китайцев на Алиэкспрессе. Нет. Они теперь скорее всего будут внедрять этих шпиков и доносчиков в группы по 3D-принтингу, по литью. И скорее всего этим дело не ограничится. Также эти шпики полезут в группы, в которых сейчас распространяется та самая, скажем так, фанатская анимация, которую больше нельзя публиковать на Ютубе, потому что там сразу страйк прилетает. И совсем на самом деле непонятно, насколько будут распространяться полномочия этих самых шпиков и доносчиков, и насколько будет, скажем так, адекватная реакция Games Workshop на всю ту информацию, которую те будут им приносить. Если вы хотите мое личное мнение по данному вопросу и достаточно кратко, то я его выскажу. По моему мнению ГВ просто охренела и зажралась. Свое же мнение я приглашаю вас написать в комментариях под видео. Также не забудьте подписаться на данный канал, поставить лайки, а также подписаться на наши группы в Facebook и ВКонтакте, и на наши чаты в Дискорде и Телеграме. Приглашаю вас также там обсудить этот вопрос. И если вам не затруднительно, то прошу распространяйте данное видео среди своих знакомых. Я думаю, что людей, согласных с моей позицией, наберется большое количество. И на этом у меня все. Вот такая вот небольшая новость или инфоповод. С вами был я, Анатолий, вы смотрели канал ДБГ Рекардсмен. Покеда!